Процентную ставку по банковским кредитам снизят в России для предпринимателей. Об этом на встрече с бизнес-сообществом Хабаровского края рассказал представитель корпорации МСП. Что волнует местных производителей и какие меры поддержки регионального и федерального уровня помогают им держаться на плаву, расскажет Наталья Чернышева. Снижение покупательской способности и отсутствие оборотных средств – вот основные проблемы, которые мешают работать местным производителям. Об этом заявили представители бизнес-сообществ на встрече с заместителем генерального директора корпорации МСП. Ставки по кредитам высоки, да и получить деньги в банке сейчас непросто. От федеральных институтов развития предприятия ждут реальной поддержки. Оптимально с точки зрения бизнеса и программы вроде промо-потеки или поддержки со стороны фондов, в том числе фонд развития Дальнего Востока показывает, что для инвест-проектов ставка комфортная – это 5% годовых. Вы правы, абсолютно. 5% – это оптимальный диапазон. Мы, честно говоря, наше устремление находится в диапазоне 5-7%, потому что мы смотрим реалистично на то, как сложить программу, чтобы на этот уровень ставок выйти. Сейчас в ряде банков предприниматели могут получить кредит под 15% годовых. С июля ставка снизится до 12,5%. Предприятиям, оформившим договор до 15 июля, пересмотрят условия. Если сегодня предприниматели обращаются в банки, в том числе по данной программе, то автоматически по решению Банка России совместно с корпорацией мы продолжим мониторить выполнение этого условия. Все кредиты, которые будут выданы за текущий месяц до 15 июля, по ним автоматически банки будут обязаны снизить ставку до 12,5%. Местные производители готовы работать не только на регион. Многие компании выходят на экспорт и хотели бы представлять свой товар в крупных федеральных сетях. Например, компания «Золотой Юг» разработала новинку – напитки на основе дальневосточных дикоросов и даров моря. Но развивать производство мешают санкции. Главная проблема – отсутствие упаковки. Нам необходимо сейчас консолидировать усилия и выходить на других поставщиков, скорее всего, это будет Китайская Народная Республика, и сделать совместные закупки упаковки, пока ее нет в России. Ну и, как я уже сказал, на закуп этой упаковки нужны оборотные средства. Бизнесу нужны рынки сбыта, бизнесу нужны понятные правила игры, как с торговыми сетями, куда они хотели бы зайти и поставлять свои товары и услуги. Также и понятные правила взаимодействия с государством в части государственных закупок и поставок для государственных нужд. Среди других мер поддержки – снижение административной нагрузки на предприятия. Компанию, нарушившую правила, в первый раз штрафовать не будут, ограничатся предупреждением. По предложениям регионов мы за последние полтора месяца собрали более чем от 70 регионов, в том числе от Хабаровского края, предложения по тому, какие отрасли наиболее правильно было бы сейчас поддержать, где наибольший запрос на создание новых производств, на замещение, импортозамещение. И здесь мы, я думаю, что уже буквально в первых числах июля, готовы будем анонсировать условия программы, в рамках которой мы стремимся снизить ставки дополнительно, все же сделать так, чтобы эти ставки были традиционно до 10%. В Хабаровском крае работают региональные меры помощи бизнесу. Например, фонд поддержки малого предпринимательства в этом году выдал 180 займов на общую сумму почти в 350 миллионов рублей. Процентная ставка льготная – от 5 до 7,5%. Я могу сказать, что на сегодняшний день фонд практически уже, можно сказать, исчерпал свои ресурсы. Мы вчера поднимали вопрос Михаила Владимировича Дегтярева, губернатору Хабаровского края, о направлении дополнительных предложений на уровне Министерства экономического развития Российской Федерации, все-таки пересмотреть параметры и возможность рассмотреть декапитализацию нашего фонда микрофинансирования. Получить поддержку или задать вопрос корпорации малого и среднего предпринимательства можно на цифровой платформе msp.rf. Наталья Чернышева, Юрий Ермаков. Смотри Хабаровск.